Всем привет! Сегодня с вами снова я, Владимир, и в этом выпуске мы посмотрим на планшет от компании Blackview, модель ТАП-11SE. Приписка SE означает, что это улучшенная версия предыдущей модели ТАП-11. Мой путь к нему был очень долгим. Я искал себе планшет с ноября 2022 года. Я не хотел переплачивать за бренд, но и китайский *** мне тоже не нужно было, поэтому я очень долго прицеливался. Отзывы о планшетах на российских маркетплейсах от именитых производителей до 20 тысяч рублей звучали все приблизительно плюс-минус одинаково. Хороший экран, качественные материалы. Чувствуется, что это ***. Звук очень радует, но почему-то тормозит Android. Всему виной малый объем оперативной памяти и слабенький процессор. Поэтому я решил, что лучше будет купить новый нормальный планшет без каких-либо наценок прямо от производителя из Китая через Алиэкспресс. То есть за свои 20 тысяч рублей там я получу куда более оправданное решение, чем в наших розничных магазинах. Мой выбор пал на производителя Blackview. У них есть официальная сторона Алиэкспресс и, собственно, на модель ТАП-11 SE. Обратите внимание на тайм-коды внизу, чтобы вы могли пропустить неинтересные для себя моменты. Теперь давайте приступим к обзору. Характеристики у него следующие. Восьмиядерный процессор Unisoc T606 с тактовой частотой 1.6 ГГц. 8 ГБ оперативной памяти, плюс возможность расширить ее до 14, благодаря функции VRAM. Накопитель объемом 256 ГБ в моей версии. Из них система занимает только 10. В качестве оболочки здесь используется DOC OS 3.0. Я бы сказал, что это почти чистый Android с парочкой фирменных утилит. Вроде режима рабочего стола и так далее. Обо всем этом я расскажу дальше. 4G модуль с возможностью подключить две сим-карты. Да, с этого планшета можно звонить. Либо одну сим-карту и карту памяти формата microSD. На борту установлен Android версии 12.0. И Blackview обещают обновление Android до версии Tiramisu. Есть разъем джек на 3.5 мм, фронтальная камера на 8 мегапикселей и задняя на 13. В ней используется модуль от Sony, она с автофокусом. Сзади также установлена вспышка фонарик. Довольно тусклая, но она все-таки есть. Вот примеры фотографий, сделанных задним модулем камеры на улице и в помещении, на стандартных настройках. И то же самое на фронталку. Диагональ экрана чуть больше 10 дюймов. Его разрешение равняется 2К. Это 2000 на 1200 пикселей. Экран прям мое почтение. Цвета очень сочные. Экран яркий. Его показатель 400 нит. И здесь используется IPS-матрица. Частота обновления экрана составляет 60 Гц. Телефона на 6,5 дюймов мне уже не хватает. Глаза банально устают и текст кажется очень мелким. Это одна из причин, почему я задумался о покупке нового планшета. Также хочется отметить, что здесь очень громкий и качественный стереодинамик. Аккумулятор в ТАП-11 SE на 7680 мАч. Его хватает на день 2 обычного использования. Это немножко игры, немножко кино, интернет и книги. Если выражать это все в цифрах, то ТАП-11 SE хватает на 5 часов непрерывной игры, либо 5,5 часов просмотра видео, 6 часов посиделок в интернете, 22 часа прослушивания музыки и чуть более 30 часов разговора по телефону. В режиме ожидания он может находиться до 1014 часов. С 5% до 100 на родной зарядке он доходит за 2 часа. В комплекте идет быстрая зарядка на 18 Вт. Его вес составляет 512 грамм, а если взвешивать в чехле и защитным стеклом, уже почти 750 грамм. Толщина корпуса планшета всего 8,1 мм. Далее мы разберем следующие вопросы. Как ведет себя оболочка DOC OS? Какие у нее есть особенности, плюсы и минусы? Потом я покажу вам, как он ведет себя в играх и на что вы можете рассчитывать в плане производительности. В конце дам вам послушать музыку и чуть более подробно расскажу о его комплектации. DOC OS 3.0. Главное отличие от головы андроида это фирменный настольный режим, который позволяет запускать приложение в оконном интерфейсе. Разработчик честно предупреждает, что это работает не со всеми программами. В настройках можно активировать автоматическое переключение с планшетного режима на режим ПК при подключении внешней Bluetooth клавиатуры. Очень удобно. Так было на моем стариком планшете Acer с Windows на борту. И как только вы отключаете клавиатуру, ТАП 11 SE переключает интерфейс обратно в планшетный режим. Я теперь с ним хожу в кафе писать статьи для Дзена. Мне настольный режим ПК очень понравился. Есть игровой режим, возможно не такой, к какому вы привыкли. Сейчас поясню. На аппаратах от Xiaomi, например, разгоняется процессор. Выгружаются все фоновые службы, которые не были закреплены в менеджере задач. И запускается режим не беспокоить, чтобы случайный звонок не запорол вам катку. Здесь все то же самое, но процессор Unisoc Ti606 очень энергоэффективны. Поэтому ни о каком разгоне речи не идет. Вот. Больше производительности вы не получите, а вот большую плавность игрового процесса – да. И все это за счет выгруженных из памяти приложений. Уведомления и входящие в момент игры звонки также можно заблокировать. Еще Blackview кичится своей фирменной умной боковой панелью. С одной стороны, она действительно удобная. Вы в любой момент можете выдвинуть с края экрана панель с нужными вам приложениями. А минус заключается в том, что я так понимаю, что это встроено в прошивку как фича. И я не нашел, как бы это можно было отключить через настройки в планшете. Любые свайпы по краям экрана перехватывались с боковой панелью Blackview. Также с коробки нам доступен гринификатор приложений. Работает, естественно, без прав суперпользователя. Через этот инструмент вы можете изолировать игры и программы с памяти Android. Таким образом, они будут скрыты из раздела «Установленные приложения» и совсем не будут потреблять никаких ресурсов планшета. Этот трюк работает как системными программами, так и сторонними, что вы установите сами. Еще из плюсов стоит отметить, что по заверениям компании Blackview, они полностью перерисовали все анимации в Android, чтобы при работе в оконном режиме сохранялась плавность интерфейса. Я, честно говоря, не знаю, как это проверить. Все действительно работает очень быстро и плавно, но по идее так оно и должно быть. Я уже давно не обновлял свой старый планшет, поэтому не знаю, какие раньше были проблемы с настольным режимом на чистом Android. Можете поделиться со мной этой информацией в комментариях. И последнее, и самое главное для меня лично. Я геймер, я очень люблю игры, и я не собираюсь взрослеть. И на моих последних смартфонах, это Xiaomi Mi 9T и POC F3, ни в какую не определялись геймпады Xbox One S и DualShock 4. Китайский геймпад? Пожалуйста, проблем ноль. Но вот оригинальные? Нет. И из-за этого я не мог играть во многие игры, где поддерживались только фирменные геймпады от Microsoft и Sony. Я даже не мог стримить себе игры со своей консоли Xbox на телефон. У DOC S3.0 никаких проблем с определением геймпада Xbox One нет. Подключи, забудь о танцах с бубном и играй. Кстати, давайте теперь про игры. Производительность. В бенчмарке Antutu обновленная версия ТАП-11 зарабатывает 233 711 попугайчиков. Для меня эти цифры ничего не значат. Это просто бенчмарк. Помните скандалы про то, что сахарки и другие производители специально что-то там подкручивали в настройках своих оболочек, чтобы результаты в Antutu были выше, чем по факту вытягивало железо. Так вот, что вытягивает железо ТАП-11 SE? Я каждый день играю в Call of Duty Mobile. Хотя бы 1-2 матча в день. И так продолжается на протяжении последних двух лет. Еще я играю в Diablo Immortal. Это две мои основные игры, в которые я залипаю на телефоне. А все остальное я ставлю по настроению. Так вот, на моем планшете, без каких-либо проблем, на минимальных настройках графики, работает Call of Duty Mobile. Я спокойно играю с другими игроками. Это все-таки сетевая дисциплина. И прям никаких претензий к плавности работы нет. Я ставлю планшет на подставку, беру геймпад и всех нагибаю. Я счастлив. Diablo Immortal также идет на минималках. И хочу отметить, что здешний процессор совсем не греется. Пока F3 уже через 15-20 минут игры очень сильно нагревался. Правда, там все настройки графики выставлены на ультра. И чтобы частота кадров не падала, мне приходится лепить внешний кулер. Тут планшет вообще не греется. Я щупал его в разных местах. Я даже сходу не могу определить, где именно расположен процессор. Еще я установил на него классическую RPG-шку The Quest. Я не могу сказать, что размер экрана удобен для игр. Особенно, где для управления главным героем используются два стика. Поэтому у меня тут только стратежки и игры, работающие с геймпадом. Игрушка нетребовательная, работает нормально, автоматически запускается в планшетном режиме. На некоторых устройствах The Quest не может определить, запущена она на телефоне или на планшете. Поэтому в настройках игры есть принудительный переключатель. То есть я еще раз хочу отметить, что к DockOS, как к оболочке, у меня вообще нет никаких претензий. Все работает правильно и как надо. Diablo идет просто прекрасно. Еще бы, игрушке чуть больше 25 лет. Из относительных новинок здесь установлена Dead Cells со всеми дополнениями. Ну вот как она работает. Не вижу никакой разницы в сравнении с производительностью игры на консоли Xbox One. Играть можно, никаких тормозов и лагов нет. Я думаю, на нем можно будет запускать любые игры, просто все будет упираться в настройки качества графики. Moonshades вообще определила для себя высокие настройки графики. А некоторые игры на движке Unity автоматически запускаются на средних высоких настройках. Так вот звучит музыка. Это максимальная громкость. Обратите внимание, что ничего не хрипит и не пердит. К звуку никаких претензий нет. Особых технологий для улучшения звука в Tab 11 SE тоже нет. Только встроенный эквалайзер от самого Android. Из коробки у вас уже на экран наклеена защитная пленка. Планшет упакован в фирменный чехол. Это чехол-подставка с магнитной полоской. Я использовал такой же на первом iPad mini и стариком планшете Dell Venue 8 Pro. Оба они были с диагональю экрана 8 дюймов. Здесь же он чуть меньше 11. И мне все время казалось, что планшета прокинется. Но спустя неделю использования могу вас заверить, что складки чехла очень прочные и за устойчивость планшета вообще нет никакого смысла переживать. Благодаря магнитной полоске, когда вы закрываете экран планшета, он определяет, что никто им не пользуется и блокирует его. Внутри вы также найдете защитное стекло. Это самое обычное защитное стекло, которое я заказываю для своих гаджетов на Алиэкспресс. Но с вырезом под фронтальную камеру Tab 11 SE, чтобы не ухудшить качество снимков, или чтобы стекло не мешало работе функции Face Unlock. У меня настроена разблокировка планшета через распознавание лица. И скрепка, которую можно вынуть в сим-лоток, из корпуса планшета. Тут ничего необычного. Планшетом я доволен на 110%, но я давно хотел себе новый планшет, и все сложилось очень удачно. Это официально магазин Blackview. Я свой планшет заказывал у них. Вот, собственно, и все. С вами был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, то задавайте их в комментариях под этим видео. Я постараюсь на них ответить. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok